Кейси Бутье, обратите внимание, Кейси Бутье, которому 45 лет. Я вчера, в общем-то, никак не мог поверить глазам, когда показывали ложу почетных гостей. Кейси находился рядом со Светланой Журовой. Он приехал в том числе и поздравить Ивана Скобрева, вернее даже, можно сказать, пожелать ему удачи в его дальнейшей карьере, которой уже не будет. И лет через 10 вернуться, как вернулся Кейси Бутье. Учитывая, что Ваня мы вчера все-таки проводили из большого спорта, наверное, если он вернется, то в новой ипостаси. Но тем временем был там старт, масс-старту мужскому. Всего 16 кругов. Для многих из тех, кто вышел на старт, это, в общем-то, совсем небольшая дистанция. 6400 метров. Ребята и по одному легко бегают по 10 километров. Не говоря уже о голландцах, которые бегают марафоны 200-километровые. Но и достаточно необычные все-таки по-прежнему для привычных, к индивидуальным дистанциям болельщиков. Все-таки необычно смотреть вот на такие поединки групповые, которые больше свойственны к шорт-треку. Мы, кстати, видели одного из тренеров национальной команды, Андрея Максимова, который приехал поддержать наших спортсменов. И Данила Семеряков, к сожалению, падает буквально на втором же кругу. Да, он попытался поучаствовать в разборке. Но здесь еще, кроме общего финиша, здесь есть еще промежуточные. И вот ради них разгоняются. Ну, в принципе, Данила еще теоретически может вернуться в забег. Он держится за спину, поэтому я думаю, что, наверное, не имеет смысла сейчас рисковать здоровьем и попытаться вернуться в пилотон. Тем более, уже достаточно высокие скорости здесь после розыгрыша. Как раз, да, к промежуточному финишу все разогнались. Да, и Данила Семеряков покидает дорожку. Ну, без него пройдет розыгрыш медалей. Смотрите, на табло вы видите первые очки, которые заработали спортсмены на первом. Шен Вильямсон стал вторым. И Накамура, японец Накамура, синяя Накамура, первый на этой промежуточной. Вот момент падения, да. Ну, все-таки бежали по внутренней вот этой, по сути, тренировочной дорожке. За ней не так внимательно следят. И, может быть, какая-то там где-то трещинка оказалась. Ну, а Юрид Берксман сейчас возглавляет забег. Небольшой отрыв имеет от группы преследователей, которые, в свою очередь, возглавляет Баркс Винкс. Ну, здесь ограничили количество участников от страны лишь двумя спортсменами. А вот когда втроем, я вот не помню, только третий кто был, как раз, по-моему, на этапе Кубка мира. Здесь, в Коломне, я видел, наверное, самый лучший монстарт, который мне доводилось видеть. Когда вот как раз третий из участников голландской сборной вместе с Карльдом Силовсом после второй промежуточной премии пошел в отрыв. А когда их стали потихонечку догонять к третьей промежуточной премии, как раз Берксман со стройтингой сделали рывок. Когда, вроде бы, пилотон начал успокаиваться и спокойно выиграли. Тогда разделили победу. Но вот сейчас, судя по всему, немножечко другую тактику придумали голландцы. И Берксман пытается в одиночку убежать от всех. Но это, в общем-то, очень такой рискованный шаг. Хотя, хотя группа пока не может собраться и выстроиться. Вот велосипедисты эту науку освоили замечательно. Они моментально выстраиваются в струну, меняя друг за друг, друг друга догоняют ушедшего в отрыв. А вот пока такого единомышления в среде конькобежцев мы не видим. Да, чуть-чуть удалось достать после того, как включился Барт Свинкс и еще и Алексей Скантенна. Они почти-почти достали Йорита. Да, отрыв ликвидирован. Но, в общем-то, смелая была попытка. Правда, эта попытка может очень дорого стоить Берксме. И сможет ли он сейчас успеть восстановить немножко дыхание и поучаствовать в розыгрыше главного финиша. А, к сожалению, пока Международный союз конькобежцев не придумал новой такой вот системы, которая бы давала бы, ну, заставляла всех активно себя вести на промежуточном финише. Даже если ты промежуточные финиши все выиграл, все три и стал вторым на общем финише, то все равно не выиграешь эту гонку. А каков больше получит победитель главного финиша? Номер девять. Это Петер Майкл. Возглавляет сейчас пилотон. Ну, недолго его тут же отловили как раз Стройтинга и, по-моему, Франкалиния. Серебряный призер прошлого чемпионата. И многие считают, что он может стать первым итальянцем, кто выиграет золото на чемпионате мира на отдельных дистанциях. По Брису и всем остальным до него это не отдавалось. Вот как раз Франкалиния делает маленькую попыточку, маленький рывочек, но Стройтинга здесь рядом, поэтому Франкалиния моментально успокаивается. Оглядывается назад, в том числе и Петер Майкл. Возвращается в группу. Сейчас пилотон немножко развалился на три части. И вот в первой, в принципе, группе, мини-группе присутствуют все претенденты на победу. Это и Петер Майкл, который в очередной раз сейчас выходит вперед. Алексис Канти на второй позиции. Ну, а ведет эту группу Райан Кей из Новой Зеландии. Вот, контент Стройтинга. Ну, а Беркс, как мы и ожидали, отвалился уже во вторую группу. И уже даже и во второй группе его толком не видно. Вот таким вот добреньким паровозиком в мягкой сцепке едут спортсмены. Немножко странно порой это выглядит. Но здесь главное не результат, как обычно в конькобежном спорте. Свера Люнда-Петерсон сейчас выходит за два круга до финиша вперед. А вот это уже серьезно. Попытается совершить отрыв. Сразу включились все остальные участники розыгрыша. Но они прекрасно понимают, что такого оппонента в красном комбинезоне и ярком нельзя отпускать далеко вперед. И да, его достали. И тут же уже... Ну, вот, кстати, итальянец на вот этом рывке Свера Луна-Петерсена много проиграл. Барт Свинкс Стройтинга. Падение! Падает Барт Свинкс. Падает и японец падает. Контент Стройтинга. Итальянец ему пересекает дорожку Сен-Хюн-Ли. И это все прекрасно знакомые нам лица. Кто выиграет? Сен-Хюн-Ли! Да, по-моему, кореец выиграл. Вот так вот. Олимпийский чемпион Ванкувера. Ванкувера на дистанции 10 километров, который весьма скромно выглядел здесь на индивидуальных дистанциях. Накопил все-таки сил под конец чемпионата мира. И в четвертый день чемпионата на заключительной дистанции становится чемпионом мира. Сен-Хюн-Ли добавляет еще один титул в свою коллекцию. Да, поздравляют его коллеги по корейской сборной. Ну что, это второе золото для сборной Кореи здесь на чемпионате. И, в общем, поправь меня, если я не прав, три страны выиграли золотые награды. Голландия, Россия и Корея. Да, совершенно верно. Две золотые награды у корейцев Сен-Хюн-Ли. Ну, еще одна не разыграна, да, что будет у женщины в Мастарте. Но пока, вот на данный момент, три у российской команды. Ну и, соответственно, все остальное собрали голландцы. Да, пока, все равно, даже несмотря на то, что на этапах Кубка мира достаточно давно, уже лет семь, проводятся отдельные этапы Кубка мира. Уже три сезона, четыре сезона уже проводится официальный розыгрыш Кубка мира. В этой дисциплине все равно много достаточно неразберихи, много суеты такой. Еще пока до конца все не понимают, как же надо здесь работать, чтобы гарантированно выигрывать. Может быть, немножечко рано Педерсон рванул. Ему бы вот еще на полкруга позже, и, может быть, получилось бы побороться за медаль. А так его моментально достали. Ну уж я не говорю про Йорита Бергсму, про его смелую попытку. Ну, наверное, это, прежде всего, связано с тем, что у спортсменов, которые специализируются в большинстве своем на индивидуальных дистанциях, пока не хватает опыта борьбы вот из пилотона, который есть, собственно говоря, из Сён Кун Ли, так как он, все мы знаем, пришел в большие коньки из шорт-трека. Это все-таки более привычно для него. У Барта Свинса, который часто выступает в роликобежном спорте, у марафонцев, которые... Типа Стройтинги. Типа Стройтинги, типа Йорита Бергсмы. Да и Алексис Контин прекрасно знает, как атаковать можно из пилотона. Поэтому всем остальным пока предстоит учиться. Ну вот, видишь, Барт Свинкс тоже знает, но он упал. Да, вот тройка призеров. Сён Кун Ли, Ариан Стройтинга и Алексей Скантен. Можно Контена поздравить с медалью. В общем, он нам тоже в какой-то степени не чужой.